Приветствую вас! Основная идея заключается в том, что вы не забыли Это вам нужно признать, что вы не просили его Вам нужно признать, что вы не просили измену Вам нужно признать, что вас это во-преднему волнует вам нужно признать, что это травма психологическая в том числе, в том числе, вот, и вам нужно признать, что вы не справляетесь, ну, с этим самым, самостоятельно. Вот. На мой взгляд, это первое. Второе. Ну, здесь, на самом деле, конечно, довольно мало информации, вы о себе написали, о себе, о, соответственно, о своем, значит, мужчине, вот, о том, как так вышло, что он вам изменил, соответственно, и так далее, вот. Но, совершенно очевидно, что вы на свой, как бы, счет восприняли тот факт, что он изменил вам. Вот. Вы восприняли это на свой счет, а только заключается в том, что вы, вы здесь, в общем-то, ни при чем. Абсолютно. То есть, вашей ответственности в том, что он именно изменил, нет. Но ваша ответственность, она есть в том, что вы, допустим, допустим, ну, проглядели тот момент, когда, к примеру, человеку стало как-то вот не по себе, да. То есть, вы проглядели тот момент, когда ваши отношения, ну, условно говоря, начали, там, портиться, ваши отношения начали, вот, ухудшаться, вот. И, соответственно, вы упустили тот момент, когда молодому человеку стало, стало что-то не устраивать в отношениях с вами. Вот за это ответственность вы, на мой взгляд, как раз-таки несете. И, на мой взгляд, нам нужно взять на себя ответственность за то, что произошло раз, и, с другой стороны, не принимать на свой счет, то, что случилось два. Вот. Конечно, очень важно, чтобы вы для себя также определили, что для вас сейчас значит измену молодого человека. Именно для вас. Что оно значит? Почему вы с молодым человеком продолжаете, допустим, ну, вместе находиться по-прежнему? То есть, почему вы по-прежнему с ним? Вот. То есть, вы его либо простили, соответственно, да, либо вы его, соответственно, не простили. Вот. А так вот, на мой взгляд, получается, что вы, ну, не туда и не туда, да, то есть, то есть, вроде бы с ним, но вы простили его, сходу не можете. Вот. А опять же, опять же, помимо того, что для прощения нужны определенные средства, да, помимо того, что для прощения нужны определенные ресурсы, помимо этого, необходимо, а необходимо, чтобы вы могли принять человека, чтобы вы могли его принять, чтобы вы могли принять то, что он сделал, понять то, что он сделал. Вот. То есть, необходимо разговаривать. Необходимо разговаривать о том, что случилось. Необходимо разбираться с этим. То есть, ну, вот именно с тем, что случилось. разговаривать, выяснять. Вот. То есть, не оставлять, как бы, эмммммм. Как само собой разумеющийся данный факт. Данный факт. Вот. Сама по себе ничего не решит. Вообще, вполне возможно что вы, мало об этом проговорили, вполне возможно, что вам много это обсудили. Вот. Вполне возможно, что вы, а-а-а-а. Ну, как бы сказать, адекватно обсудить это не смогли. То есть, вполне возможно, что вы не очень, не очень правильно выражаете свои чувства, то есть вы, например, склонны больше обвинять человека в чем-то, да, чем, допустим, выражать свои эмоции, поэтому здесь нужно учиться правильному выражению своих чувств, конструктивных чувств, я бы сказал, вот. Такой момент. То есть я понимаю, что вам больно, да, я понимаю, что вам больно сейчас. Вопрос заключается в том, от чего? Вопрос заключается в том, каковы причины этого, конкретно ваши причины, да, вот именно ваши конкретные причины, их нужно выяснять. Нужно выяснять, почему именно вам болезненно, так, вследствие чего именно вам так болезненно, вот. То есть понятно, что это неприятно, понятно, что ничего, как бы, хорошего-то в этом нет, быть не может, это понятно, вот. Но одно дело, когда вы чувствуете грусть, к примеру, и совсем другая история, когда вы не можете забыть и снова и снова, как бы, а у нас это вспоминать, что здесь уже явно чрезмерная реакция идёт. Вот. Поэтому это то, над чем вам нужно поработать. С самой. С самой. То, над чем вам нужно поработать именно с самой. Вот. На мой, по крайней мере, взгляд. Так. Говоря о самой, я имею ввиду, конечно же, работа с психологом, а не в одиночку, ни в коем случае, не в одиночку. Вот. Но мы с самой, вы, скорее всего, не справитесь. Вот. Значит, рекомендуется, часто рекомендуется выяснить, узнать их как, связь с этим стал, да, то есть, выяснить, почему, например, мужчина вот так поступил. То есть, прямо, прямо вот очень, очень рекомендуется это выяснить. Вот. Прям рекомендуется выяснять, а с причиной поступков, чтобы человек вот понял. И рекомендуется выражать свои чувства. Именно свои. То есть, то есть, именно вот такие чувства, да, например, как боль, там разочарование, обида и так далее. Вот это рекомендуется делать. Именно рекомендуется делать. Такая штука. Вот. Значит, это, к сожалению, не такая быстрая работа. Это, к сожалению, достаточно длительная терапия. Это длительный процесс, вот, к которому вполне может привлекаться и мужчина, ну, ваш, вот, для того, чтобы процесс был более, таким, ну, качественным, скажем так. То есть, нужно не только ваши усилия, но и его. Вот. Но это, в будущем, это все в будущем. А пока, поскольку обращаетесь к нам вы, да, с вопросом о том, как жить с этим грузом, то я вам отвечу следующее. Жить с этим грузом не нужно. Именно жить. Жить этим грузом не нужно. Вы можете не жить с этим грузом. Вы можете изменить отношения. к тому, что произошло. Но для этого, для того, чтобы изменить отношения к тому, что произошло, вам необходимо для себя увидеть. Какие проблемы сквыкнуло для вас эта ситуация. Какие, какие, значит, противоречия, страхи, сомнения вызвало вас эта, эта история. И, сделать на себя ответственность за то, что происходит. За себя, за отношения и за свои эмоции. И, вот, то, что вы говорите, да, то, что, вот, смотрите, вот, вы здесь пишите, что, значит, могу наговорить личного поднять нервы и себе ему, да. Вот. То есть, в принципе, что за этим стоит? За этим стоит переживание. За этим стоит переживание, как ваше переживание, так и объективно, ну, печатное участие отношений. Вот тут необходимо четко разделять свои переживания и печатное участие отношений. Вам нужно, нужно, с одной стороны, делать всё, чтобы мужчина был счастлив, да, быть собой, принимать, вот таким, как он есть и так далее. Вот. Но, если вы видите, что он всё равно несчастлив, то, возможно, имеет смысл его отпустить. Потому что, измена, это всё-таки не удовлетворенно, это всё-таки определённые проблемы в отношениях. Вот. То есть, сперва работа над собой, потом работа над отношениями некоторыми. Вот так, в принципе, я могу вам сказать. Потому что, без работы над собой, работы над отношениями не получится. Я надеюсь, вы это понимаете, и отдаётся себе в этом всё-таки. А работа над отношениями важна, чтобы измена не произошла. Вот. Молодому человеку, да, с точки зрения молодого человека это тоже достаточно травматично, что-то произошло во время других измены. Потому что, я уверен, он не восторг от этого. Вот. Но, тем не менее. Вот, в принципе, так. Можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!